Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 62. Это и другие наши беседы о псалмах Давида записываются в Московском Сретенском монастыре и потом публикуются видеозаписи на сайтах Сретенского монастыря и портала экзегет.ру. Заголовок данного псалма – Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. Вероятно, опирается на лингвистическое сходство между вторым стихом Псалма и повествованием из Второй книги царств о бегстве Давида от Авесолома. Для автора надписания Псалма – пустая, иссохшая и безводная земля, отнюдь не духовная метафора, а географическое указание на пустыню Иудейскую. Несмотря на то, что образ пустой земли для святых отцов древности был одним из излюбленных мотивов для разговора о бесплодности пустыни сладостных предметов мира. В данном случае и Афанасий Александрийский, следующий ему Феодорит Кирский, толкуют первые стихи Псалма как указание на реальную пустыню, подобную той, в которой Моисей расставлял скинию после исхода евреев из Египта. Такие выражения, как «Тебя от ранней зыри ищу я», размышляя о тебе в ночные стражи, также в древности были прочитаны буквально. Отсюда древняя церковная традиция – читать данный Псалом за богослужением в начале утренней в составе Шестопсалмия. В отличие от некоторых современных экзегетов, у нас нет повода сомневаться в принадлежности данного Псалма Давиду. Этот текст близок не только к 40-му Псалму, который также надписан именем Давида, к историческим книгам Библии также. Спасаясь от Авесолома, его последователей, «Давид был действительно в пустыне голоден и утомлен и терпел жажду». Архаичный стиль повествования, указания на царя, употребление краткой формы понятия «бог» – «эль» рядом с более длинной «элохим», использование слова «святилище» – «кадош» вместо понятия «храм» – «гейхаль» или «дом Божий» – «бейт-элохим», близость к 62-му Псалму – все это свидетельствует о том, что автором данного текста был Давид. Данный Псалом написан самим царем, а не кем-либо из его придворных поэтов. В то же время нельзя не заметить, что повествование 62-го Псалма развивается нелинейно. Текст Псалма можно условно разделить на три части. Стихи 2-й, 5-й, 6-й, 9-й и 10-й, 12-й стихи. Основанием для такого деления может служить употребление слова «душа» – «нефиш». В сочетании с понятием «плоть» слово «душа» во втором стихе указывает на все существо Псалмопевца, его личность, его внутреннюю жизнь и его здоровье. В стихе 6-м «моя душа» – это выразительный способ сказать нечто о себе, о своем «я». А вот в 10-м стихе слово «душа» лучше всего перевести как «моя жизнь». Итак, разница в употреблении понятия «душа» дает возможность нам делить Псалм на три смысловые части. И сейчас их мы последовательно рассмотрим. 2-й, 5-й стихи. Согласно пророку Исаия, Господь обращается к унывающим людям с такими словами «Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, Израиль, ты мой». Если по Исаии «ты мой» – это обращение Бога к человеку, то первые слова 62-го Псалма «Боже, ты Бог мой» – это исповедание веры человека по отношению к Богу. Здесь человек говорит Богу «ты мой». Удивительно, как авторы Ветхого Завета способны на простейшем языке передавать глубокие богословские идеи. Все остальное повествование Псалма крутится вокруг этого утверждения – «ты Бог мой». Именно это побуждает автора преодолевать нападки со стороны говорящих неправду и одержимых идеей его убить. Как истощенный путешественник, пересекающий безводную пустыню, отчаянно пытается утолить свою жажду, так же и псалмопевец – «ищет и томится в поиске Бога». Корень слова «искать», который употребляется в данном контексте, имеет оттенок напряженности. Дикие животные, как говорит Иов, поутру выходят в поисках добычи. Вот этот характерный образ поиска – «животные голодны, они не могут дождаться рассвета, голод заставляет их мобилизировать все свои силы, чтобы двигаться вперед, использует псалмопевец для того, чтобы показать, как его душа жадно ищет Бога». Такой же характер напряженности мы встречаем у пророка Исаии в описании его личных поисков Бога. «Душою моею я стремился к тебе ночью, – пишет Исаия, – и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра». Поэтому, когда в библейских книгах говорится о том, что кто-то ищет другого человека, добро или мудрость, за этими словами стоит нетерпеливое ожидание встречи, постоянный внутренний зов, который трудно заглушить. Псалмопевец с нетерпением ожидает наступления нового дня, который приходит на смену, охватившей его темноты. Жаждущий путешественник может быть обманут миражом, но Бог для него не мираж. У него уже был опыт общения с Богом в Освятилище. Правда, выражение «видеть силу твою и славу твою» еще не говорит о каких-то сверхъестественных откровениях. Автор псалма столкнулся лицом к лицу с силой и славой Бога при совершении жертвоприношения в Освятилище. Милость Божия, о которой речь идет здесь, как и в предыдущем псалме, это непоколебимая Божия любовь, которую псалмопевец познал на протяжении своей жизни. На фоне постоянных изменений в его жизни Бог в своих обетованиях оставался неизменным, и это вызывает у псалмопевца чувство похвалы. «Благословлять Бога, ликовать, хвалиться им» – пятый стих – все это связано с ощущением его покровительства. Слова «Во имя Твое, вознесу руки мои» являются свидетельством о том, что в древности молились с воздетыми руками. Такая форма молитвы характерна для описания общественных богослужений. Так в ином псалме воздевание рук связано с присутствием молящегося в храме. «Услыши голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему», – пишет автор 27-го псалма. «И в современной литургической практике православной церкви за утренним богослужением священник, произнося слова «Слава Тебе, показавшему нам свет», воздевает горе свои руки». Шестой-девятый стихи. Минорные аккорды из второго-пятого стихов сменяются мажорными напевами в шестом-девятом стихах. «Тебя жаждет душа моя», – сменяется выражением «насыщается душа моя». Тук – это отборные части жертвованного животного, которые после приготовления в скине и храме могли поедаться жертвоприносителями. Поскольку в древности мясо было редким и дорогим угощением, насыщение туком и елеем – это символ праздника, банкета с весьма изысканной едой. Аналогичный образ пира человека с Богом в небесном царстве использует неоднократно Иисус Христос в своих притчах. Ожидание того, что в будущем уста мои восхвалят тебя, становится реальностью. Радостным гласом восхваляют тебя уста мои. Торжествующий крик радости псалмопевец не может сдержать. Опасные ночные стражи, когда воры и хищники выходят на охоту, уже не страшны, потому что в тени Божьих крыльев псалмопевец ощущает себя в безопасности. Напротив, теперь он день и ночь может размышлять о промысле Божьем. Сравните этот псалом с первыми стихами первого псалма Псалтыри. Смысл фразы «ты, Бог мой» раскрывается в девятом стихе, по которому псалмопевец словно цепляется за Бога. Слово «прилепиться» используется в Библии для описания того, как мужчина прилепляется к своей жене, и вследствие этого они становятся одной плотью. Это же слово используется для описания того, как Руфь прилепилась к своей свекрови и отказалась с ней разлучаться. Книга Руфь. В книге «Второзаконие» слово «прилепиться» используется для описания особых отношений Господа со своим избранным народом. Процитирую слова, которые хорошо бы нам постоянно помнить. Книга «Второзаконие». «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал голос Его и прилеплялся к Нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле». Правая рука Бога поддерживает псалмопевца. Это такая крепкая хватка, которая никогда не отпустит. Но это в современном нашем, так сказать, мире можно сравнить с той крепкой хваткой, которая держит мама или папа ребенка, когда ведет его в детский садик. «Не убежит ребенок, не украдут его воры, когда мама или папа ведут его в детский садик». Подобный образ мы встречаем в словах пророков, которые были произнесены от лица Бога людям в момент уныний и сомнений. «Не бойся, я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя десницей правды моей». Таким образом, преданность псалмопевца Богу коренится в предшествующей преданности Бога псалмопевцу. Десятый, двенадцатый стихи. В третьей части псалма его автор без всякого страха описывает своих преследователей. «У них нет будущего, их ждет смерть». «Преисподней земли — это ад, шеол. Трупы врагов лежат непогребенными под открытым небом и становятся добычей шакалов». Слово «лисица», которое здесь встречается, как и в Евангелиях, это слово, которое понятно нам с европейским мышлением. Но библейское — это не современная лисица. Скорее, за данным образом стоит шакал, дикий волк или дикая собака. Их пагубное влияние устранено. Благосостояние общества восстановлено. В его центре стоит царь, который веселится о Боге, потому что заградились уста говорящих неправду. Фраза из двенадцатого стиха «всякий клянущийся им» оставляет некоторую недосказанность. В синодальном переводе «им» написано за главные буквы, что подразумевает указание на Бога. Действительно, в первую очередь клятвы давались во имя Бога. Однако клятвы также могли даваться во имя царя или во имя царя и Бога одновременно. И поэтому, если под им первоначально поднимался царь, следовательно, перед нами пример присяги на верность царю, которая также имела сакральный оттенок. «Бог для благочестивых людей – это высшее благо, поскольку Бог не просто источник утоления жажды и голода, но и самой жизни. Воспоминание о былых благах и заступничестве Бога в истории человечества утешает душу верующего человека и пробуждает надежду на лучшее будущее даже во время страданий. Молитва приносит мир, радость и благодарность, из которых рождается смирение пред Богом, уверенность в избавлении от рук врагов, которые постоянно преследуют благочестивых людей, но никогда не могут их одолеть». Христос говорил, что врата ада не одолеют церковь. Себя Он называл источником воды живой и хлебом жизни. Прощаясь с самыми близкими учениками, Он не только обещал им духа утешителя, но и свое деятельное участие. «Не оставлю вас сиротами, приеду к вам». Его обещания не были словами на ветер. Его спасительную помощь испытали на себе тысячи верующих людей. За этот опыт веры они готовы были отдать свои жизни как мученики. Надежда на то, что Спаситель придет и ко мне, не ведет к разочарованию, потому что, как верят христиане, любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Субтитры создавал DimaTorzok